Всем привет! Я Мирзада Майчинова и сегодня я хочу вам рассказать о том, как прошла моя неделя. Во-первых, я побывала на футболе, главном спортивном событии этого года, и на него было очень сложно попасть, но это свершилось, и я была в числе избранных. Во-вторых, хотелось бы вместе с вами прокомментировать видео, которые мы ежедневно находим в интернет-пространстве. Ну и в-третьих, для всех любителей футбола мы сделали специально топ-5 болельщиков с игры. Очень серьезная организация была на футболе, мне пришлось даже трижды проходить аккредитацию, даже мое обаяние меня не спасло, все было суперсерьезно, и как бы сложно не было, мы все-таки туда попали. Так что репортаж прямо сейчас. 16 июня прошел футбол на стадионе «Спартак». На футболе присутствовали все бишкикчане и 10 австралийцев. Была огромная куча народу. В общем, было тяжело, но на игру мы попали. У вас есть какая-то своя кричалка? Своя кричалка, конечно, пока не пробили. А танец? Танец? Танец есть, но сейчас трудно будет показать, наверное. Субтитры делал DimaTorzok Все бегут, и я бегу. Почему? У вас прям пушка. Ну не то, чтобы пушка. Еще две. Одна больше, другая меньше. Надо было еще большую какую-нибудь. У меня столько здоровья нет. Здрасте. Здрасте. А вы наш? Да, да, наш. А почему вы в их форме? В смысле? Здесь же крыса. Нормально, да? Это крыса? Да, да, да. Расскажите, как вы вас вообще выбрали с талисманом? Сам попросили. Сам попросили? По блату? Нет. А как вы узнали, что будет вообще, что можно так одеться и прыгать? А рекламу давно нет. Здорово. А вам за это заплатят? Наверное, мне без разницы. Вам главное побыться в этом костюме, да? А в нем жарко? Нормально. Нормально, терпимо, да? А вы в обморок не упадете до конца? Постараюсь, нет. Все, спасибо. Мы за вас. Давайте не будем ломать. Все такие напряженные. У меня серьезные мероприятия, в отличие от тебя. Не, у меня тоже серьезные. Просто, наверное, я по-другому на это все смотрю. Не помню, что в нашей игре с кем-то, с иностранцами популись. Нет, не помню, я никогда не помню, поэтому я не знаю, как себя вести. Я первый раз в жизни вообще наблюдаю за этим. Я теперь, может, в следующий раз я буду тоже серьезная и напряженная такая. Научись себя вести. Я первый раз в жизни. Как мы выйдем отсюда? Мне очень интересно. А вы будете по телевизору показывать будете, да? Да. Может, вы звездой сразу станете? Нет, нет. Никто не знает, что я сюда пришел. Да, я прячусь. Почему? Почему? Ваша девушка хотела с вами прийти, но вы ее не взяли? Нет, нет, не в этом дело. Ваше начальство, вы сказали начальству, что вы болеете, но пошли на футбол? Нет, 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 такого тоже не надо. Не надо записывать дальше. Ой, так и умереть можно до конца. От стресса. В целом, и болельщики, и сборная остались довольны игрой. Эта игра показала, что у нашей сборной большое будущее. Благодаря тому, что мы ушли на 10 минут раньше, сейчас я стою здесь и общаюсь с вами. Надеюсь, вам понравился сюжет, ну а мы идем далее. Уже идем, да? Недавно я наткнулась в интернете. Недавно я наткнулась на одно видео в интернете, которое лично меня не оставило равнодушной. И мне бы очень хотелось, чтобы вы тоже посмотрели со мной это видео прямо сейчас. Счастья вам желаем, Азима Надира! Любим вас, обожаю! Первое, что сразу привлекает к себе внимание, это вот это вот... Азима Надира! Поздравляем вас! Если бы меня так поздравляли со свадьбой, меня бы это... Ну, во-первых, я бы, конечно, запомнила этих людей до конца дней своих. А во-вторых, для меня это было бы, ну, немного странно, наверное. Почему они выкрикивают имена? Это как будто ругань какая-то. Я тоже! Люблю вас! Обожаем! Будьте счастливы, улыбайтесь всегда! Подключается парень, который говорит, я тоже вас люблю, обожаем! Они как одно целое, единое, вот говорят эти пожелания. Вообще милаки. А потом вот эти вот их разученные танцы. Танцы, танцы, обниманцы, танцы вокруг испанцы. Очень веселый танец, наверное, они специально где-то ставили его, а потом выбрали для себя танцполом. Площадь победы. Мне кажется, они даже не знают, что на самом деле нужно делать на площади победы. Самое фееричное в этом видео, я думаю, появление парня такого прекрасного крыгызского джигита в красной спортивке, на свадьбе, вокруг всех костюмах, он один, звезда, выделился среди всех, выходит, исполняет свои танцы зажигательные. А потом в конце, еще на этом же танцполе, он смачно фотографируется в их любимой позе, которая, наверное, тоже какой-то... Кто-то их учит всему этому, точно. Я не знаю, кто такие Ази и Минадзира, но мне бы тоже хотелось их поздравить. Пока мы все перевариваем, что сейчас произошло, мы переходим плавно к пятерке фанатов с футбола. На пятой строчке расположился человек, который кричал не уставая, Кыргызстан, причем не нашей национальности, в форме вообще какой-то другой спортивной, ой, футбольной команды. Кыргызстан, 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 Кыргызстан! aper grain competition! Кыргызстан! Он так кричал, что мне самой захотелось аж сказать, чтобы он прекратил кричать, и уже сел и отдохнул, попил водички там, я не знаю. На четвертом месте расположился человек-ленивец, на третьей строчке расположился уже всеми нами любимый танцор, чьи танцы воспевают и уже где-то там пародируют его. Второй болельщик, выбранный нами, человек, который выбежал на футбольное поле, к того как забили гол, он сразу выбежал и хотел лично вот так вот всех поздравить. Не добежал. Не добежал, поймали. Первый, да? На первом месте у нас братишка, можно так говорить или нет? Нет, да, наверное, лучше не будем. Потом он меня поймает и будет говорить, как я со всем это мучаю. Он же вечно грозит со всем. на первой строчке у нас замечательный болельщик, который искренне верил, что вот несмотря на то, что он сидит очень далеко, что его услышат, что его услышат в первую очередь вратарь, игроки. 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 Аплодисменты, придумаем. ОниPERLOOK. В свете Всем спасибо за внимание, за то, что были со мной. Отправляйте свое смешное видео, если оно у вас есть. Пишите комментарии. Вообще по всему увиденному, как я вам, как вы мне, все дела. Встретимся с вами, может быть, на следующей неделе, если я этого захочу. И в конце я хочу вам сказать, не бойтесь выглядеть глупо. Спасибо.